Молдавия 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 Это колоссальные суммы. Это не просто бизнес, это министерство по отмывке денег какой-то. Если помните, то прошлым летом была достаточно примечательная история с самым крупным отмыванием денег на тот момент, когда МВД сообщило о том, что раскрыло крупномасштабную схему по выводу 36 миллиардов рублей. 36 миллиардов рублей. И на тот момент это была самая крупная схема. А сейчас речь идет о 700 миллиардах рублей. Что даже не в 10 раз больше, а значительно больше. Знаете, что еще вызывают определенные вопросы? Это, конечно, присутствие латвийских банков в этой схеме. Хочется понять, как они в этом вообще принимают участие. Что известно про страну Евросоюза, хоть и бывшую Союзу? Про латвийские банки правоохранительных документов говорится немного, поскольку исходящая информация все-таки была из Молдавии. Я так понимаю, что они не берутся судить, что происходило с латвийским коммерцбанком. Но известно, что там некоторое время назад, несколько лет назад, через латвийские банки, организованные преступные группировки, действительно выводили деньги. И ни для кого не секрет, что это достаточно популярная схема, вот именно транзит через Латвию. Интересно, Сергей Глазьев сегодня, это я уже даже не вопрос вам задаю, Дарья, а просто такая реплика. Сергей Глазьев сегодня заявил, что было бы неплохо деньги, которые выводятся за рубеж, обложить налогом, но как-то выглядит смешно немножко предложение экономиста Сергея Глазьева на фоне информации о том, что выводятся деньги за рубеж таким способом, как он не только налогом, но и просто даже российским законодательством вложить никаким нельзя. Понимаете, здесь невозможно, наверное, ничего обложить, потому что по формальным признакам, да, сложно сказать, что эта схема была преступной, если не знать, что те решения судебные, которые выносились, они были либо сфальсифицированы, либо там вынесены не... С умыслом, вовсе не тем, что... В общем, да. То есть, нет, ну там ведь понятная схема получается очень простая. Был выдан заведомо невозвратный кредит для того, чтобы заплатить по нему. Скорее всего, я подозреваю, что кредит выдан в принципе не был, потому что фигурирует такое понятие, как фиктивная задолженность. Это означает, что займ, скорее всего, был на бумаге. А вот деньги уже физически реально выводились по вот этим взысканным якобы долгам. Будет ли российское МВД как-то сотрудничать с молдавскими коллегами? Уже сейчас это ясно или вам не удалось это выяснить? Официальной информации от МВД пока нет. Источник в МВД нам сообщил, что они знают об этой молдавской схеме, что уже начали работу и сотрудничают. Вот удалось нам пообщаться с представителем Росфинмониторинга, который сказал, что и наше ведомство, отвечающее как раз за контроль за сомнительными операциями, тоже работает с нашими правоохранительными органами по этой теме. Правда, пока они не решаются говорить о каких-то результатах, и каких-то выводах, к которым они пришли. Спасибо. Будем следить о крупнейшей стиральной машине, которая работала в трех странах России, Молдавии и Латвии. Корреспондент газеты «Ведомости» Дарья Борисяк. Очень коротко я вам только...